Вы смотрите программу «Губернии» и вот главная тема выпуска. Суд во вторник решал оставить в СИЗО Сергея Изобнина или отпустить под домашний арест. Бывшего первого замгубернатора обвиняют в превышении должностных полномочий. Все подробности в нашей программе. Ивановские волонтеры купили десантникам 98-й дивизии «Мотоцикл». Он нужен бойцам для передвижения под прицелом дронов. Равиоли с рыбной начинкой, крылышки теряки, салаты, а на завтрак блинчики с соусом на выбор. Меню в школьной столовой по ассортименту блюд превосходит в городское кафе. Смотрите наш вкусный репортаж из 62-й школы. Чему вас научили в школе? Мы вышли на улицу города и спросили об этом ивановцев. Что они ответили, расскажем через несколько минут. А также не пропустите от бледно-коричневого до охрового. Цветовая гамма ивановского водопровода. Качеством воды заинтересовалась прокуратура. Такая машина нужна самому, как житель Татарии авто продавал. Сквер с недоделками или третий этап еще не наступил, мы выясняли. Новые симпатичные обитатели зоосада, а могли бы пойти на воротник. Огненные лисята. Об этом и не только смотрите в нашем выпуске. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Во вторник Октябрьский районный суд рассматривал вопрос о мере пресечения экс-чиновнику, обвиняемому в превышении должностных полномочий группы лиц из корыстной заинтересованности. Следователи прокурор просили оставить Сергея Зобнина в СИЗО. Защита отправить под домашний арест. Сейчас подробности. Сергей Зобнин был задержан 10 июля. Тогда же задержали другого зампреда правительства области Ирину Эрмиши, предпринимателя Дмитрия Федулова, представителя ООО «Жилстройцентр». Следствие считает, что Эрмиши и Зобнин способствовали заключению госконтрактов с этой фирмой. И она в результате получила прибыль в полмиллиарда. Было установлено, что брат Марии Зобниной, Дмитрий Федулов, представитель того самого «Жилстройцентра», который выиграл контракты на капремонт объектов соцсферы. 12 июля суд избрал всем троим меры пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня следователь ФСБ ходатайствовала о продлении ее Зобнину до 7 декабря, поскольку следствие по делу еще не завершено. Срок содержания под стражей обвиняемого Зобина по уголовному делу стекает с 7 сентября 2024 года. И, как уже было сказано, составит один месяц 29 суток. Закончить предварительное расследование по уголовному делу указанным сроком не представляется возможным, поскольку необходимо выполнить также значительный большой объем следственных и иных профессиональных действий. Именно допросить не менее 18 представителей государственных и муниципальных учреждений, которые заключали интересующие следствия государственной муниципальной контракты соцсового жилстройцентра, представителей органов государственной власти Ивановской области и причинных им учреждений, о которых стало известно вперед подбывательное следствие. Защита просила смягчить меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Однако следователи прокурора были против, считая, что бывший чиновник может скрыться или повлиять на свидетелей по делу. Ведь он занимал высокую должность и даже был временно исполняющим обязанности губернатора. Сейчас Сергей Зобнин нигде не трудоустроен. По распоряжению губернатора от 12 июля с ним расторгли трудовой договор. Суд учел доводы следствия и прокуратуры. Мера пресечения осталась прежней и продлена до 7 декабря 2024 года. Ходатайства по мере пресечения Ирины Эрмиш и Дмитрия Федулову еще не рассматривались. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». Как мужик из Татарстана машину через соцсеть продавал. Он разместил информацию о продаже автомобиля ВАЗ стоимостью 80 тысяч рублей. На объявление откликнулся житель Вичуги и, следуя указаниям продавца, перевел 6 тысяч рублей в счет предоплаты. После этого товарищ из Татарстана пропал. Тогда Вичужанин понял, что его обманули и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность мошенника. Полицейские отправились в служебную командировку и задержали подозреваемого. Хитрец признался, что транспортное средство на самом деле у него есть. Покупателям он отправлял реальные фото. Но расставаться со своей ласточкой не собирался. В ходе расследования выяснилось, что парень причастен к аналогичному преступлению в Чувашской республике. Тогда он выставил на продажу 4 автомобильные двери от отечественного авто стоимостью 70 тысяч рублей. Потерпевшая перевела ему всю сумму, но товар так и не получила. Вину свою житель Татарстана признал. Если ранее он к уголовной ответственности не привлекался, то сейчас полиция проверяет его причастность к еще нескольким аналогичным преступлениям на территории страны. Другим темам. Ивановские волонтеры купили десантникам 98-й дивизии мотоцикл для передвижения под прицелом дронов. Группе помощи 98-й дивизии в сентябре исполнится два года. За это время волонтеры отправили военным тонны гуманитарного груза. Направления работы много. Во-первых, ведется сбор средств. Деньги идут на отработку заявок военных. Списки выкладывают и на своей странице в соцсетях. Желающие могут приобрести что-то из перечни. Кроме того, добровольные помощники плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, вяжут носки, делают на шлемнике. Заявка на мотоцикл от десантников поступила впервые. Он необходим бойцам для лучшего маневрирования на дорогах, которые находятся под постоянным прицелом дронов. Там дороги такие. Где-то можно и не проехать на машине. Где-то только мотоцикл используется. Потом мотоцикл, он очень маневренный. От этих коптеров уворачивает. Скорость у него больше, чем у машины. Где-то машина не проедет, а мотоцикл хорошо проедет. Где-то свернуть можно. А благотворительный фонд «Своих не бросаем» во вторник передал очередную партию гуманитарного груза для наших военнослужащих. От военнослужащих поступила заявка на систему подавления беспилотных летательных аппаратов. Это противодронное устройство «Тритон», «Гарпия» и шестиканальное ружье. Во вторник закупленные фондом средства защиты передали Тейковской ракетной дивизии. Система «Тритон» является стационарным средством подавления с широким спектром действия. А переносное шестиканальное ружье обеспечивает мобильность бойца при атаке беспилотника. Сегодня мы передали Тейковской ракетной дивизии систему подавления БПЛА. Это «Тритон», «Гарпия» и противодронное ружье. Мы стараемся делать такие дорогостоящие закупки именно того оборудования, которое им нужно. Шква негодования вызывает качество воды в последние дни у ивановцев из разных районов города. С Добролюбова 10 жалуются на запах мазута. На Некрасова 39 говорят об обострениях дерматологических заболеваний. Также связывают их с качеством воды. И предъявляют фотографии следов с крана. Ржавые разводы остались даже на праздничных букетах ко дню знаний. Отчаялись спросить о помощи также жители переулка Педагогические и третьими Живой улицы. О грязной воде и ржавых ошметках сигнализируют Свережская, Ташкентская и многих других улиц города. Водоканал отреагировал на публикацию «Иванова Ньюс», сообщив, что по их данным и исследованиям вода соответствует всем нормативам. В том числе по показаниям цветности и мутности. Однако проблемой уже заинтересовалась прокуратура и начала собственную проверку. Обустройство сквера на Олежневской улице рядом с московскими домами – громкое городское событие. Обустроили его и правда хорошо, но не до конца. Работы должны продолжиться, но пока остается довольствоваться тем, что есть. Вот вроде бы уютный сквер, тихое место, укрытие от городской суеты. Многие гуляют здесь с колясками или спокойно читают книгу. Но мы проходим чуть дальше и видим, что инфраструктура заканчивается. Вот велосипедная дорожка, идущая в никуда. А вот свалка скошенной травы. По словам рабочих, траву должен забрать грузовик, но когда это произойдет – непонятно. Мы обратились с разъяснением в городскую администрацию. Вот что нам удалось выяснить. Реконструкция этого сквера производится в три этапа. На данный момент завершился второй, и заброшенная часть сквера в его границы не попала. Также в мэрии уточняют, что неблагоустроенный участок попадает под третий этап реконструкции, который сейчас в стадии проектирования. А проектно-сметная документация находится на проверке в госэкспертизе. Так что в обозримом будущем и остаток сквера приведут в благопристойное состояние. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Равиоля с рыбной начинкой, крылышки теряйки, салаты, а на завтрак – блинчики с соусом на выбор. Меню в школьной столовой по ассортименту блюд превосходит городское кафе. Смотрите наш вкусный репортаж из 62-й школы. Чему вас научили в школе? Мы вышли на улицу города и спросили об этом ивановцев. Что они ответили, расскажем через несколько минут. Поцарапали машину, сломали лавочку, украли имущество. Позаботиться о безопасности поможет система видеонаблюдения от Интеркомтел 939393. С новоучебного года студенты колледжей и вузов, которые поступили на педагогическое направление и целевое обучение, будут получать ежемесячную региональную выплату. Она составит 2100 рублей. С инициативой выступил губернатор Станислав Воскресенский. В этом году стипендию получат 5 студентов педагогического колледжа и 15 ребят из Ивановского государственного университета и шуйского филиала ИВГУ. Это будущие учителя начальных классов и преподаватели различных предметов. Напомним, ранее наша телекомпания делала большой репортаж об итогах приемной кампании в вузы. В госуниверситете подчеркивали доля целевиков в этом году невелика. С целевиками в этом году ситуация не самая хорошая, на мой взгляд, но не хуже, чем в прошлом году. Если в прошлом году у нас было 27 целевых договоров, то в этом году это 10 целевых договоров у нас и в ШУИ 6, 16. Но в целом, конечно, нет, это не удовлетворительная ситуация, 16 целевых договоров. Это значит, что через 4 года, если они доучатся, они расторгнут контракты целевые. Например, 16 педагогов по целевому только выйдет. Напомним об уже действующих мерах соцподдержки педагогов и наставников в нашем регионе. Это единовременная выплата 300 тысяч рублей на погашение части ипотеки. Ежегодная выплата к началу учебного года 10 тысяч. Региональная доплата за классное руководство 3000 рублей. Увеличенные поощрения наставников, чьи ученики становятся победителями или призерами всероссийских олимпиад и конкурсов. Первый полноценный учебный день. Тысячи школьников, но все лизопарты. Одна из важных составляющих учебного процесса – правильное питание. Наша съемочная группа посмотрела, как организована работа столовой в 62-й Ивановской школе. В школьной столовой снова шумно. На завтрак блины с двумя соусами на выбор – ягодные или молочные. Еще фрукты или чай. Из 860 учеников 62-й школы почти 100% посещают завтраки и обеды в столовой. Начальная школа питается бесплатно. Среднее звено накануне подают заявку организатору питания. 10 и 11 классы питаются по свободному меню. В этом году школа пробует новый формат. Тестируют пока только в 9-м классе. Это меню по выбору, когда ребенку предоставляется на выбор 3 первых, 3 вторых, 3 салата. И сумма, на которую они могут выбрать себе блюда, составляет 150 рублей. И ребенок уже из того ассортимента, который предлагают школьные столовые, выбирает то, что он сегодня будет кушать. Мы эту форму только апробируем. Надо посмотреть, насколько она будет востребована детьми, насколько она будет организована с точки зрения переменной, чтобы дети все успели пообедать. Организатор питания здесь – одна из самых крупных частных компаний «Успех». В области она работает с ноября 2022 года. На сегодняшний день обеспечивает питанием более 8 тысяч школьников и учителей. За последний год обслуживает 19 школ. Обновили оборудование. Высокотехнологические, такие как пары конвектоматы, овощепротирочные машины, печи духовые. И другая бытовая техника, которая способствует именно качественному приготовлению пищи. Столовые, где работает «Успех» оснащены блендерами, вафельницами, оборудованием для приготовления корндогов и грилем. Обновляют мебель, посуду, салфетницы, подносы. Но самое важное – меню. Ассортименту блюд в школьной столовой позавидуют даже некоторые городские кафе. На выбор ребята могут купить все, что угодно. Есть овощи, есть картошка, есть традиционный рис, макароны, гречи. Вот у нас есть новое такое блюдо – равиоли с рыбной начинкой. Вот просто божественно вкусно. Потом крылышки терияки, шашлычок, бедро под соусом, ну и много-много другого. Также есть еще и салаты, и первые блюда. На постоянной основе компания «Успех» проводит различные мероприятия. Встреча с родителями, спортсменами, мастер-классы, например, по росписи блинов или Дни национальной кухни. За всем внимательно следят родители. Председателям школьных районских комитетов было рекомендовано проводить мониторинги не реже одного раза в месяц. И привлекать к этим мониторингам родителей из тревожных групп. Родители первоклассников, родители, которые жалуются, и родители, которые недовольны питанием. Это очень действенная мера. Как со стороны родителей они видят все своими глазами. Как происходит накрытие столов, как дети кушают, во сколько их приводят на прием пищи. И с другой стороны, это сотрудники комбината школьного питания. Они всегда в тонусе. Они знают, что мы придем и можем проконтролировать их работу. Осенью прошлого года уже во второй раз команда поваров компании «Успех» представляла Ивановскую область на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая во Владикавказе». Тогда столовая 62-й школы вошла в десятку лучших по стране. Компания будет представлять наш регион и дальше. Алина Марчева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Минута происшествия в нашем эфире. Вечером в понедельник в Иванове на бассейной улице загорелся нежилой частный дом площадью 50 квадратных метров. В МЧС предполагают, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Виновник неизвестен. В тот же вечер на Лежневской улице на ходу загорелась иномарка. Водители и пассажиры успели самостоятельно выбраться из авто. Они попытались сбить пламя. Затем вызвали МЧС. Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки. И немного о ДТП. В Иванове под машину попал 9-летний велосипедист. Volkswagen Polo выезжал со двора на главную дорогу. Ребенок сильно не пострадал и после осмотра врачей отправился домой. 45-летний водитель был трезвым. На него составили три протокола. За отсутствие страховки и невыполнение правил ПДД. Между тем, на улице Ермака 72-летний водитель на Mercedes-Benz сбил свою ровесницу. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пенсионерку доставили в областную больницу. Известно, что пожилой водитель трезв. Обстоятельства ДТП продолжает выяснять дорожная полиция. Что первое приходит на ум, когда говорят слово «школа»? Может быть, вспоминается та самая учительница или любимый предмет, с которым впоследствии связана жизнь? Мы провели опросы и поговорили с ивановцами про их школьные времена. Подробности расскажет Софья Семенова. Наступил учебный год. Кто-то с трепетом надел рюкзак и сел за парту, а кого-то 1 сентября погружает в ностальгические воспоминания. Мы вышли на улицу города и узнали, чему ивановцев научили в школе и как они вспоминают школьные времена. Чему вас научила школа? Вот что вам самое главное она дала? Она дала знания и общение с друзьями. Получается, я после школы начал больше заниматься спортом. Ну и больше начали проводить время на улице. Я научила находить информацию. Да, работать с источниками. Это вам пригождается в жизни сейчас? Конечно. Когда делаем курсовые работы, вот вскоре предстоит дипломную работу писать. А что вам школа дала, вот самое главное? Вот тогда наше время было все хорошо. Книга, все было нормально, отличнее было. А сейчас все к телефону, компьютеры, что там? Школа? Да. Ну, наверное, всему. Друзья новые, ну, естественно, знания. Учителя очень такие добрые были, хорошие в наше время учителя были. Ну, наверное, в первую очередь же любовь к знаниям и то, что умение общаться и взаимодействовать в обществе. Школа самым главным меня научила тому, что оценки – это очень относительная вещь. И ориентироваться на них не стоит. Это субъективное мнение какого-то человека. И оно совершенно не влияет на жизнь человека. Школа доброте к людям, помощи, уважению взрослых, старших. Дала огромный опыт в коммуникации с людьми. Общение с людьми. Так. Ну, не знаю. Ничего особо. Школа дала достаточную подготовку, дисциплину для вуза. Все равно ее не хватает. Вы с теплотой вспоминаете школьные времена? Конечно. Вспоминаю свою учитель физкультуры Ирина Леонидовна. Самый близкий человек из школы. Сложный вопрос. Ну, много чему не бояться. Трудностей. Быть ответственной. Пунктуальной. Скорее всего, научил институт. А школа ничего не научила? Нет, ну, просто я не помню. Нам завтра, вернее, пятницу встречи выпускников, 50 лет, как мы закончили институт. Это ближе, чем школа. Общаться с людьми, контактировать как-то и познавать всего нового. А вот тебя там устраивают твои учителя, одноклассники? Я перевелась в новую школу. Вот, сейчас все пока что устраивает. Школа научила меня общаться с людьми и вообще правильно себя вести в обществе, социализироваться, брать ответственность за свои поступки. Ну, и в целом просто дружить. Мы опять рассказываем о новых обитателях Ивановского зоопарка. Кроме вуалевых песцов, которым горожане могут выбрать клички, там появилась пара огненных лисят. Имена рыжим малышам уже придумали ветер и лава. Пара лис-огневок родилась на той же звероферме, откуда спасли вуалевых песцов. Лисят могли стать чей-то шапкой или воротником. Их выкупили и подарили зоопарку неравнодушные ивановцы. Лисятам 4 месяца. К людям они привыкают сложнее, чем песцы. Большую часть времени щенки наблюдают за посетителями из укрытия. Огненные лисы – потомки камчатской лисицы. На сегодняшний день это под вид малоизучен. Лиса-огневка получила свое название за огненно-рыжий окрас без светлой ряби по бокам и спине. До прибытия малышей в зоопарке жила и продолжает жить взрослая пара обыкновенных лисиц. Правда, уже в преклонном возрасте. Сейчас они переведены в неэкспозиционное помещение, а их место на выставке заняла молодая пара. Теперь о погоде на ближайшие сутки. Бензопила «Фаворит». Мощность 3 лошадиных силы. Шина 40 сантиметров. 4590 рублей. Бегам. 30 лет с вами. В среду нас ждет ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 18-20 градусов. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 42%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни существенно похолодает, но будет все так же малооблачно и без осадков. Большая школьная распродажа в текстильном центре Рио. Только с 25 августа по 15 сентября. Товары для школы в розницу по оптовым ценам. Приглашаем в Рио. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Если у вас есть темы для репортажа, интересные видео или замечания, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» и в группы Барса в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. Обращайтесь в мессенджер, телеграм, вайбер, ватсап, по номеру, который видите на экране. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Видеоплатформа YouTube по России замедляется. Барс продолжает работать. Вы можете смотреть все передачи и репортажи на нашем сайте Иванова Ньюс. А также все новости кубернии и самые интересные видео мы выкладываем в соцсетях. Выбирайте удобный формат. Подписывайтесь на Барс ВКонтакте, Одноклассниках, Дзене или смотрите нас на Рутюбе. Барс всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин